Учитель физической культуры ОБЖ Которыми реально пользовалась и рассказать, какой результат это принесло Вообще, начнем мы, конечно, с Google сервиса С Google сервисов Выйдем в интернет Ну, начиналось все с того, что более активно, конечно, стали использовать в нашей школе Google диск Я думаю, что многие уже знают, у кого есть Google аккаунт Я даже не сомневаюсь, что многие учителя имеют свой Google аккаунт Я думаю, что многие слышали, что такое Ленинапс Долго рассказывать не буду Это интерактивные игры и упражнения, которые можно применять на своих уроках Вот они, видите, расположены Это найди пару, классификация, хронологическая линейка, простой порядок Вот тексты, сортировка картин, тут много всего Можно игре устраивать слова из букв, найти на карте То есть, кто хочет стать миллионером Либо создать какой-то кроссворд, который занимает, кстати, по созданию, наверное, минут 20 от силы Ну, то есть, в принципе, такие игры, которые привлекают детей И которые, кстати, можно задать на дом Создать свою папку И дети с интересом их выполняли И оценивание, кстати, их работ проходило практически автоматически То есть, по сути, ничего не надо было делать Ну, и до сих пор, кстати, я вот иногда применяю Потому что просто у меня сейчас классы старшие в основном И я пользуюсь, как видите, большого количества этих упражнений у меня связано с ПДД Потому что я еще занимаюсь безопасностью дорожного движения в школе И также по физической культуре, безопасное колесо мы готовились То есть, в принципе, данные игры помогают мне сделать изучение ПДД более интересным Особенно для детей младшего возраста Значит, какие здесь могут быть игры? Да, то есть Здесь у меня их достаточно Это игра в Найди пару То есть здесь Например, давайте, пазл угадай-ка Слова из букв мы делали Классификацию ставили Опять же, сетка приложений Транспорт тут найди пару специального Даже давайте откроем, посмотрим Вот смотрите, отнесите картинки и название специального транспорта Нажимаем, выбираем там, значит, скорая помощь Прикрепляем Все правильно, убрали То есть, вот таким образом Игра идет, вот скажем Где-то у нас пожарная машина Прикрепили, убрали Эвакуатор Прикрепили, убрали ГИБДД То есть, таким образом Для детей Это все в условиях интерактивной доски Вообще становится Незаменимым Помощником В преподавании Правил дорожного движения И вообще в преподавании ОБЖ То есть, в принципе, полет фантазии Разлет фантазии Он очень большой То есть, совсем советую пользоваться Если вы еще не пользуетесь То или пользовались Но забыли про это, вспомните Потому что приложение Оно Сам по себе Сам по себе сервис Постоянно находится в Стадии усовершенствования Добавляются какие-то новые игры И вы, кстати, можете Не только сами создать Но и посмотреть Те упражнения, которые Создают коллеги Огромное количество Видите, все разбито по категориям По предметам Даже ОБЖ, смотрите, есть отдельно Огромное количество игр Которые вы можете взять Скопировать себе в папочку И применять их То есть, даже, в принципе Не заморачиваться на том Чтобы их создать Вот видите, даже есть тренажер По ПДД Уже меня заинтересовал Будет интересно посмотреть, что там То есть, в принципе Вы можете запросто Пользоваться чужими играми И никто вам ничего такого не скажет Пользуйтесь на своих уроках Если у вас, тем более Есть интерактивная доска Я знаю, что сейчас многие школы Уже идут по тому пути Чтобы сделать свои классы интерактивными То Тут просто Огромное количество Невозможностей В этом сервисе Далее Я так по хронологии Через где-то год, наверное В нашей школе стали вводить Дистанционное Система дистанционного обучения Сейчас это модно И это набирает большие обороты Я считаю, что за этим будущее Система дистанционного обучения Когда мы начали Ее вводить То оказалось, что Это просто незаменимый подарок Опять, наверное Для меня Потому что Проверка домашнего задания И Так сказать Подача материала Маленько изменилась Для детей Я не говорю, что я отказалась От презентации От живых уроков Конечно же нет Но Например Созданная мной презентация Или какой-либо найденный мной фильм Оказалось вполне возможным Прикрепить в своем кабинете Для определенных детей Для тех, кто болел Может быть Да и вообще Для класса Для того, чтобы они могли В формате онлайн Дома просмотреть Дети настолько привыкли К Мудл Что при переходе На электронный журнал Когда я решила Что пора бы уже Наверное изучить Тесты Смарт-учебники Электронного журнала В этом году Произошел небольшой сбой Дети не понимали Что я хочу от них И вообще Говорили Давайте вернемся к Мудл Но Так как Жажда нового Все-таки победила И мы решили попробовать И полгода уже Последних вот этих Вот мы занимаемся В электронном журнале Но я расскажу позже Так вот СДУ Мудл Он дал мне возможность Не только Готовиться к урокам И проверять домашние задания У детей Делать с ними Дневник безопасности Которым мы занимались Практически два года Но и готовить Детей к Олимпиаде К Всероссийской Олимпиаде Школьников тоже Мы готовились Через СДУ Мудл Не только с живым общением Но и таким тоже Это было очень интересно Значит Сейчас я зайду В свой Аккаунт Вот так вот выглядит Дистанционно Могу сказать Что к сожалению Никому открыть Кроме Тех учителей Которые находят Работают в нашей школе Я не могу Единственное Я только могу Сейчас вам Наверное Поделиться Тем что есть Да Вот у меня На данный момент Если вернуться во все курсы Посмотреть Сколько курсов Создано в нашей школе То у нас есть Такой курс ОБЖ и ПДД Отдельно Физическая культура Тоже Вот видите Мы готовились На олимпиаду Седьмой класс Готовились Олимпиаду Десятый Одиннадцатый Класс Готовились к олимпиаде Восьмой Девятый Класс По ОБЖ У меня есть Значит Информация По восьмой По девятой Правил дорожного движения Седьмой Вот в восьмом классе Мы Материал Вот таким образом У нас У меня подается Да То есть идет Первая четверть Вот смотрите Да Подготовлен учебный материал Деньги безопасности Учебный материал Деньги безопасности Если войти в учебный материал Мы увидим Что там Прикреплен Прикреплена Презентация Которой я пользовалась На уроке И следом Идет домашнее задание Я их называю Дневники безопасности Потому что Предпочитаю Вступать в диалог с детьми Не просто тестирование Какое-то Но Давать им Интересный такой вопрос На который они должны Не только Как-то сказать Из учебника Выбрать информацию Но и Поискать Ответ на этот вопрос Потому что Я думаю Что Если разобраться С параграфом Действительно Прочитать его И понять о чем он То результат Наверное Будет лучше То есть Запоминание будет лучше Поэтому у нас Дневник безопасности Постоянно задается На То есть Я постоянно Задаю на уроках Вот вы видите Две четверти Отзанимались И на третью четверть Я решила Что может быть Мы перейдем К Изучению Электронного журнала Почему это произошло Потому что В этом году Мы стали пилотной школой Которая отказалась От Бумажного журнала И мы занимаемся То есть работаем Только с электронным журналом И на самом деле Электронный журнал Это тоже Такой сервис Который постоянно Изменяется Поправляется И Не только Сам по себе Но и благодаря Таким школам Как наша Мы выявляем Какие-то ошибки И они Справляются Я думаю Что постепенно Электронный журнал Постепенно Электронный журнал Будет вводиться В В Жизнь каждого Педагога Но я могу сказать Что он дает Тоже Немало Возможностей Для Полета фантазии Для организации Уроков своих И В том числе Проекта домашних заданий То есть Какой-то контрольной деятельности Давайте с вами Перейдем Последний сервис О котором я хочу Рассказать Это Наш Любимый журнал Чем я обычно Здесь пользуюсь Обычно я пользуюсь Здесь смарт-уроками И Тестированием Посмотрите Вот если Папки Нажать на школу То выйдет Дополнительные модули Вот этим я и занимаюсь Сейчас на данный момент Я Создаю тесты И создаю Смарт-учебник Но смарт-учебник Я сейчас вам не покажу У меня он есть только По физической культуре Потому что до этого У меня Было желание Изучать его Вот он как выглядит Видите Теоретический материал По физической культуре Потому что я Плотно занималась Тем что Такой проблема Как дети Освобождены Из физической культуры Как их оценивать И мне хотелось Дать им Какой-то теоретический Материал Начиналось все что создано у меня учебник по физической культуре, ну, как учебник, что-то типа учебника. Потом, значит, мы перешли в Moodle, потом мы перешли в электронный журнал. Значит, что здесь ценное? Мало того, что мы можем создать свой теоретический материал, мы можем наполнить его какой-то теоретическим, то есть именно материалом, вплоть до фильмов, тестов. Вы можете написать что-то письменно, вложить какие-то документы в этот учебник. Вы можете разбить его по главам и так далее. Очень удобно. То есть вы можете создать полноценный учебник, который поможет вам сопровождать ваш учебный процесс по ОБЖ, предположим. Также вы можете создавать тесты. Вот сейчас у меня есть по ОБЖ тест по сельскому хозяйству, олимпийские игры, то есть мы начали создавать, то есть я начала создавать банк с тестами для того, чтобы решать этот вопрос. Но почему возник желание создать тест? Вообще тесты я не сильно люблю, потому что они, мне кажется, делают наших детей... То есть тест это, в принципе, автомат, чего мне не надо. Обычно я задаю дневник безопасности, то есть какой-то вопрос на рассуждение. И как это выглядит? Перейдем в журнал. Вот ДЗ, да, папка. То есть у меня уже с января месяца, некоторые уже ушли в архив, я задаю параграф и задаю вопрос. Мне появляется тут папка, то есть кнопки нужно проверить, и я могу проверить любого, кто ответ предоставил мне, оно здесь еще рано проверять, а кто не предоставил. То есть могу знать. Я на автомате выставляю оценки, и на автоматические они переходят в журнал. То есть, в принципе, очень удобно. Точно так же и с тестом будет. Тест я задала первый раз на прошлой неделе, поэтому сейчас вам результат показать не могу. Но я думаю, что там тоже все будет просто, потому что там на автомате поставлено ранжирование оценок, то есть по проценту. Поэтому мне особо даже проверять ничего не надо будет. Моя задача была только забить материал в тест. Что еще можно рассказать по этой теме, по сути, вот по учебнику? Я просто советую вам обратить внимание на него, потому что все собрано на одном сервисе, и мы можем использовать его как в преподавании, так и в контроле. И вообще вы можете свой урок сделать более интересным. Вам самим будет интересно к нему готовиться. Я вам...